Аплей ГТЛ Инносенс Сюжет разворачивается в средневековом сеттинге 1349 года в Париже. Главные герои это брат и сестра Гуго и Анице. Им предстоит пройти через раздираемую войной и чумой Францию, встречаться с другими сиротами, а также любой ценой и забежать, но и убить солдат инквизиции и полчищи чумных крыс. Ее младший брат болеет редкой болезнью, которая передается из поколения в поколение, под названием Прима Макула, которая имеет несколько стадий развития. На протяжении всего повествования вы будете искать лекарство, которое могло бы спасти ему жизнь. Самой ключевой особенностью игры является ее атмосфера и интерактивность, которая позволяет окунуться в жестокий мир Франции, погрешей чумой и, как было ранее сказано, кровопролитной войной, она же Эдвардинская война, первый этап Столетней войны. Вторым голосом меня порадовал – это право выбора. Ваш герой имеет право оставаться незамеченным, или замочить одного, или, в моем случае, всю стражу. Естественно, вы не можете играть только по одному стилю игры. Некоторые ситуации будут вынуждать вас действовать противоположно. Третье – это решение головоломок. Не могу сказать, что головоломки тут сложные, однако игра будет требовать внимания и будет служить очень неплохой тренировкой для вашей головы. Четвертое – это исторические факты, в большей степени погружение в мифологию и легенду. Не могу назвать это минусом или плюсом, однако заслуживает свои упоминания. Сюжет игры переплетается с алхимией, которая является очень важным историческим отрывком. Хоть философского камня тут нет, зато есть множество других интересных плюшек, которые вы будете применять во время игры. Перейдем к минусам. Самым основным минусом, которого вам стоит ожидать – это мимика лиц героев. Иногда мы наблюдаем кукольное выражение лиц. Такое я наблюдал в Dragonation Inquisition. Второе – будьте готовы к багам и мелким косякам с прицеливанием. Это, конечно же, моя придирчивость, но без этого никак. Иногда бывают моменты, когда главы багаются, и вам приходится начинать сначала с контрольной точки. Некритично, но неприятно. Лишние 5 минут на прохождение. С прицеливанием другая беда. Иногда в определенные моменты автоприцеливание сбито, и приходится находить другой ракурс для стрельбы. Так же лишние 5 минут на прохождение. Третье – это вообще самое сочное. Ваши союзники, уберегите свои нервы. Конечно же, спойлерить я не буду, поэтому расскажу вам маленькие отрывы к ситуации. Один Хрен с горы может убивать рыцаря со спины. Вот только иногда он этого не делает. Бежит, значит, на меня стража. А он просто вокруг меня хвостик прошагает, ничего не делая. Стража, конечно же, его игнорирует. Это не просто, а не жопа. Теперь вторая ситуация, но это уже больше относится к юмору. Стоят два стражника, болтают между собой и подбегают на чувак, вырывая от того стражника. А его напарник смотрит прямо убийца в глаза и говорит. Он идет за ним следом. Я был в шоке. И это только маленькая ситуация, а про остальное все я вообще помолчу. Так что этот чувак был самым полезным. Поберегите свои нервы. Четвертое. Если вы играете в стиле убийцы, вам будет очень грустно и одиноко, так как игра будет настолько пустой и безжизненной, что вам просто захочется играть в режиме стелса гораздо больше, чем в жанре экшен. А то и понятное дело, ведь игра заточена исключительно под стелс. Добавка себя добавлю. В этой игре имеется очень интересная отсылка к сказке «Гамминский крысолов», персонаж средневековой немецкой легенды. Возможно, все слышали, как парень с флейтой помог спасти город от нашествия крыс. После выполненной работы Майр отказался платить углов героя с насмешкой. Полночь герой использовал флейту, вывел всех детей из города и утопил их. Забавно, что данная сказка упоминается предположительно в 1376 году. Итог. Игра получилась невероятно крутой. Я получил массу удовольствия, проходя ее. Насыщенная атмосфера, приятный сюжет, неожиданные повороты и же погорящий финальный пост. Кто-то валит его легко, а лично я-то задолбался. Поэтому я ни капельки не пожалел, что купил эту игру. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Заранее извиняюсь за плохой микрофон. Я записывал данное видео при помощи ноутбука. В скором времени качество контента вырастет. Поэтому всех благодарю за просмотр. Оставляйте комментарии под видео, что бы стоило на ваш взгляд добавить или убрать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok